Добрый день, меня зовут Ольга Туляева, я живу в Украине. И я хочу сказать о том, что мне Глобальный фонд помог сохранить ВИЧ-отрицательный статус. Я употребляю наркотики много лет, даже больше, чем 15. И в 2005 году в Украине, благодаря программе Глобального фонда, появилась заместительная терапия. На сегодняшний день заместительная терапия открыла возможность мне просто жить. Сохранить семью, воспитывать сына, дружить с людьми, которые не употребляют наркотики, и они при этом комфортно со мной себя чувствуют. И иметь мысли о том, что я даже планирую заняться лечением гепатита С, и для этого сейчас занимаюсь облакацией, доступом к лечению. И я сохранила свой отрицательный статус. Этого бы не могло произойти, если бы не было заместительной терапии. Моя счастливая история, она, к сожалению, таких историй не у 7 тысяч, но больше людей на сегодняшний день в Украине, в нашем регионе, которые не имеют доступа к заместительной терапии, которые не имеют доступа к лечению антиретровирусной терапии, из-за того, что они нестабильны в своей жизни, из-за приема нелегальных наркотиков. И на сегодняшний день наркополитика в нашем регионе и в моем государстве, она не очень гибкая. И деньги глобального фонда сегодня, это моя жизнь и жизнь моих друзей сегодня и наше здоровье завтра. Поэтому для меня и для моих друзей, которые сегодня хотят прийти в программу заместительной терапии, но не могут, потому что нет мест, нет расширения программы, нужны финансирования, нужны политические воли, решения, участие глобального фонда как финансовое и участие мировой общественности для привлечения внимания к проблеме, это вопрос жизни. Мы сегодня много рассказывали о том, что разговор о деньгах обычно говорится, о деньгах обычно говорят в самом конце истории. В нашем случае, конкретно сегодня, в моей стране, в Украине, вопрос денег – это решающий вопрос моей жизни и жизни моих друзей. В нашей стране не хватает денег для людей, которые употребляют наркотики, для вечно-инфицированных людей, которые употребляют наркотики. И они появятся через какое-то время, но мы хотим дожить, мы хотим дожить до этого времени, поэтому возможность финансирования глобального фонда, возможность помощи других государств – это возможность сохранить жизнь. Сохранить жизнь тех людей, которые ВИЧ-позитивны, и сохранить ВИЧ-отрицательный статус для тех, кто сегодня старается выжить самыми всеми возможными способами. Продолжение следует...